Всем большой привет! Рад вас приветствовать на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим про фавориты прошедшего года. Это будет уходовая косметика. В прошлом году я, по-моему, так и не снимала это видео. В этом году я не сделаю подобного упущения и сниму видео про бюджетные уходовые фавориты. Сегодня будут именно бюджетная косметика. Если вам интересно про небюджетные фавориты, напишите в комментариях. Я обязательно сниму. Мне, в принципе, это интересно. Я просто не знаю, надо ли это вам. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Их в этом году, насколько я планирую, будет больше. И если вдруг вам интересна какая-то тема, то напишите о ней внизу в комментариях. Я обязательно для себя отмечу. Да, хватит болтать. Давайте начнем про косметику. Итак, начнем с ухода за лицом. Про первый этап это очищение лица. Я обожала весь год вот эти умывалки от Шири. Они вышли как раз в этом году. Их три штуки. Одна для жирной кожи, одна для, по-моему, возрастной кожи и одна вот эта для всех типов кожи. Они идут розовые, фиолетовенькие, голубенькие. Я, по-моему, их уже показывала в своих видео. Больше всего мне нравится вот эта, потому что она вкуснее всех пахнет. Очень вкусно. Не знаю, как объяснить, как она пахнет. Это средство, это что-то совершенно новое для меня было. А я эту штуку использую вместе с сеточкой для взбивания пены. Она дает настолько густую, идеальную пену для полного очищения лица. Если у вас, так как у меня, крупные поры и они часто забиваются, то лучше использовать подобные средства, потому что вот эта пена, она вычищает все из этих пор и они остаются чистыми. Следственно, появляется меньше прыщей и кожа становится менее проблемной. Плюс вкусно пахнет, плюс хорошо отмывается, плюс недорого стоит. И плюс этому бренду уже пора бы мне доплачивать за то, что я так много про них говорю. Чего они, между прочим, не делают. Эта пенка настолько чисто отмывает кожу, что она начинает хрустеть. Сразу после нее я использую тоник, поэтому у меня нет проблем с тем, что тягивает или подсушивает. Потому что я нашла идеальную парочку для этого средства. Это вот такой вот тоник гарни. Это старая версия. Сейчас уже ее практически нет. Я ее покупал штук 5 и оставлял себе про запас. Сейчас нет смысла на нее обратить внимание, потому что там совершенно другое средство. Хотя они говорят, что вроде бы как чуть-чуть обновили серию. Нет. Это вообще там другое средство, но никак с этим не похоже. Я вам советую обратить внимание на зелененькое средство от компании Sephora. Я вам ссылку оставлю и картинку оставлю. Блин, по-моему, баночку я уже выкинула. Оно тоже очень похоже вот на это средство. Они делают все то, что они должны делать. Просто тонизируют кожу. Они немножко ее увлажняют. Ощущение, что свежий глоток воды на лице. После вот этих средств оба вкусно пахнут. Оба не оставляют ни пленки, не подсушивают. Ну, ничего не делают, не жирнят. Просто делают очень комфортное ощущение после любой умывалки. Даже очень такой термоядерный, который супер подсушивает. Классное средство. Но вот как... Я не знаю, найдете ли вы вот эту вот старую версию. Она такая из более матовой упаковки. У новой версии прозрачная упаковка. Это совершенно не то. Лучше уж купите средство от Sephora. Я вам про него ссылку оставлю обязательно внизу. Так, значит, с лицом из фаворитов закончили. Давайте перейдем к волосам. С волосами здесь осталось все по-прежнему. Вот эти вот шампунь и бальзам. Не изменяю им, что бы я ни покупала, возвращаюсь к ним. Вот не могу, люблю и запах. Все девочки, кто у меня пробовал вот этот шампунь дома, обязательно себе покупать такой же. Потому что с ним волосы супер мягкие. Я не знаю, как объяснить. Здесь супер густой кондиционер. И он настолько гладкий, настолько красивый, блестящий волосы делает. И счастливее, что вы масками пользуетесь. Вот с этой парочкой мне маски практически... Не то, что практически. Они мне не нужны, если что, прям совсем сожгу волосы. Но я их стараюсь не сжигать. Поэтому вот эта вот классная парочка. И, короче, мне немножко она поднадоедает периодически. Я что-то пробую. И вот попробовала вот совсем недавно, наверное, месяц назад вот такой вот шампунь. Это Vitex. Это белорусская косметика. Стоит 130 рублей, что ли. Даже, может, и дешевле. Или 117 рублей. Я особо надежды никаких не возлагала. Но просто интересно было попробовать. Что-то фруктовое. Очень вкусно пахнет. И у него также есть кондиционер. Я его тоже купила. Но он вообще беспонтовый. Поэтому я использую вот эту парочку вот таким образом. Это очень круто отмывать. Делает рассыпчатые красивые волосы. Стоит дешево. Не увлажняет, не подсушивает. Идеально. И вот этот кондиционер, он выполняет этот шампунь. И волосы прям вообще круто выглядят. Очень комфортные у меня ощущения. Я вам уже рассказывала, что обновила вот это вот свое масло. Ой, я его очень сильно люблю. Я тут попробовала одну плойку. И себе жутко просто сожгла волосы. Настолько сожгла, что они воняли вот этими жжеными волосами. Слава богу, они не обсыпались. Потому что я сразу же стала делать маски. Много масла, чтобы они были более, хоть и сухие, но более эластичные. Чтобы не ломались и не посыпались. Вот эта штука меня прям спасла. Стоит она, кстати, не совсем бюджетно. Но учитывая, какой здесь расход минимальный, больше, да, наверное, больше года. У меня одной банки хватило, и вот пошла в ход вторая. И я ее использовала очень много. Не по чуть-чуть, а прям много. Классно пахнет. Ой, просто божественно. Что-то тропическое кокосовое. Классное масло. Всем советую. Ссылку оставлю внизу под видео. Это у нас был уход за волосами. Отмечу вот этот вот крем для рук. Мне его посоветовала моя подружка Оксанка. До сих пор я его пользую. Я уже практически добила эту банку. Ну, там, наверное, ну, поменьше половинки осталось. Он густой, жирный, но не липкий. Он быстро впитывается. Никаких ощущений на руках не оставляет. Просто вечером мажете, встаете, утром у вас классные ухоженные ручки. Не знаю, как объяснить, чем он пахнет. Но вкусненько. Organic Kitchen стоит, не знаю, рублей 70. Может, 80. Следующее средство уже пойдут для тела. Мне очень нравится вот этот вот, господи, как это назвать-то? Лосьон для тела от Johnson's. Господи, хотя сказать Johnson's Baby. Ну, короче, от Johnson's. Уход за, линейка их уход за телом. Он такой легкий, водянистый, невесомый. Я его использую всегда после удаления волос с помощью станка. Потому что у меня кожа становится суперчувствительной. Мне хочется чем-нибудь ее быстро так увлажнить. И у меня кожа его просто прям вот мгновенно впитывает. Он очень вкусно пахнет. Чем-то ягодно, кисленько-ягодным. Вот. Легкий, классный. Всем советую. Я не знаю, кому он может не подойти. Я постоянно стараюсь что-нибудь втирать в себя. Потому что у меня зимой все вообще сохнет. Так как у нас начался сезон похудения и подготовки к лету. Вот такая штука. Я ее пробовала еще в прошлом году. Естественно, в прошлом году я ее пробовала. Господи. Ну, сейчас, короче, она опять пойдет в ход. Я имею в виду, что я ее уже использовала в прошлом году. Я ее под пищевую пленку использовала. Я читала отзывы. Девочки писали, что она вообще не работает. Ну, бесполезная вещь. Ой, работает. Вот мне пощипывает так, что прям вот пощипывает. Просто мажете, наматываете пленку и уходите с этим средством. Пахнет чем-то таким мятным. Очень такой свежий аромат. Оно, я бы не сказала, что оно густое. Оно такое жидковатое. Но хорошо распределяется по коже. Я прям толстым слоем мажу и потом наношу пленку. И мое любимое средство. Вторая моя баночка. В прошлом году была, по-моему, из картуса. Это бодибаттеры. От компании, по-моему, Терме называется. Скинкэр. Я не знаю. Ой, это очень вкусно пахнет. Этот у нас, знаете, с чем? Белым лотосом. Он у меня уже был. Это вот мне новую баночку подарили. Так что я буду пользоваться. В прошлом году я всю зиму пользовалась. Потому что, я как уже сказала, у меня все просто сохнет. И когда я, например, начинаю готовиться к лету, там немножко худеть, делать массаж, то мне обязательно нужно что-то очень такое прям густое, взбитое, как масло. Вот это вот прям такая тяжелая штука. Вот вы ее мажете. Она настолько напитывает. Вот, в принципе, можно один день использовать. И дня на три хватает вот этого сильного прям увлажнения. И плюс еще там просто совершенно неповторимые. Я таких ароматов нигде не встречала, но очень приятные ароматы. На этом, в принципе, все. Я вам рассказала про все свои бюджетные уходовые средства. Просто очень любимые за предыдущий год. Потому что, ну, вот это вот все, в принципе, то, что я постоянно использовала. Вне зависимости от времени года. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх. Делитесь своими фаворитами и уходами за предыдущий год. Всем огромное спасибо за внимание. Обязательно подписывайтесь. И совсем скоро с вами снова увидимся. Всех целую. Всем пока-пока.